Татьяна Друбич – женщина, которая уже столько лет подряд является одной из самых нежных, загадочных и изящных актрис в российском кино. Несмотря на свою красоту и популярность, она пытается лишний раз не поддаваться на опору журналистов и фанатов, желающих узнать все секреты личной жизни. Татьяна неоднократно была связана с личностью влиятельного режиссера Сергея Соловьева. Когда-то их роман ошеломил многих поклонников. Страстная любовь переросла в крепкий брак. Актриса снималась у многих, но самые запоминающиеся работы создал именно супруг. К сожалению, семейная пара прожила недолго, через 7 лет они разошлись. После развода режиссер все равно говорил, что брак – это не показатель. Они до сих пор вместе и испытывают друг другу исключительно светлые чувства. А вот Татьяна в интервью говорила совсем другие слова. Цитата. «Слава богу, все закончилось. Я освободилась». Дружеские отношения Соловьева и Друбич начали крепчать и развиваться после картины «Сто дней после детства». Режиссер знал все про ее дела. Пара постоянно списывалась и созванивалась. Вскоре Сергей Бондарчук заметил талант актрисы и пригласил ее учиться в своей киностудии. На что девушка ответила, что мечтает стать не звездой телеэкранов, а врачом. Вскоре она поступила в медицинский. Но во время учебы Таня продолжала сниматься. Сергей Соловьев в это время был безумно влюблен, но разводиться со своей женой боялся. На тот момент режиссер был в браке с Марианной Кушнировой. У пары был даже ребенок – Митя. Но этот случай заставил кардинально поменять жизнь. Молодой и талантливый музыкант сделал предложение Татьяне, и Сергей явно испугался. В ближайшие сроки развелся с женой и вскоре женился на своей возлюбленной. Девушке на тот момент было всего 23. Через некоторое время после свадьбы у пары родилась дочь Анна. Татьяна всегда была верной супругой и находилась возле мужа, но такая жизнь ее не устраивала. Она не отличалась особым повиновением. Во время съемок актриса, конечно же, была послушной, делала все, что ее просили и не спорила. Но в быте все было абсолютно наоборот. Подчиненность словно загоняла актрису в клетку. Безо всяких сомнений она подала на развод, и новая любовь появилась в ее жизни. Цитата «У меня появился Иван, тоже режиссер, мужчина, который дарил свободу», – рассказывала Татьяна. Когда об этом узнал Сергей, он просто собрал вещи и безмолвно ушел. К сожалению, новый роман не прожил долго. Соловьев на одной из светских встреч рассказал «Любовь у нее была, мужчина был очень похож на меня, значительно старше, в браке и также знаменитый кинорежиссер. Только вот я эти отношения не допустил». После развода Татьяна получила жизнь, о которой так давно бредила. Она, как и раньше, работала с бывшим мужем. А вот он заявлял, что их отношения и не заканчивались. Несмотря на конец брака, сложные отношения, актриса все лучшие роли сыграла именно у супруга. Друбич до сих пор остается для Сергея наиболее родной женщиной. Особую поддержку актриса оказала после ухода из жизни Мити, который скончался в 2018-м. «Таня обладает божественной красотой, которая может излечить. Она действительно врач, ведь спасает мне жизнь», – говорит в интервью Сергей. А как вы считаете, правильно ли сделала Татьяна, что ушла от супруга? Пишите в комментариях. Если вам нравятся ее роли, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!